Стивен Миллер, бывший старший советник Белого дома. Сегодня он с нами. Стивен, большое спасибо, что пришел. Каждый нормальный человек ненавидит преступность. Нужно быть Камалой Харрис, чтобы хотеть больше преступности. Почему республиканцы не используют это в своей программе? По тем причинам, которые ты обозначил, Джо Байден — самый непопулярный президент в американской истории. Соответственно, мы должны были бы ждать крупнейшую победу республиканцев на промежуточных выборах. Но вместо этого прогнозы ухудшаются с каждым днем. Почему? Потому что Митч МакКоннелл не заинтересован в мобилизации избирателей с таким посланием «Выберите республиканцев, и в январе мы закроем границу для нелегалов». Мы реформируем правоохранительные органы, чтобы они начали преследовать преступников, а не республиканцев. И мы прекратим войну с детьми Америки. Нет, он хочет самостоятельно отобрать лишь кандидатов, с которыми у него должно установиться взаимопонимание. В итоге у нас останется 48 мест в Сенате, пусть даже 49, но он останется лидером фракции. Мы в реальном времени видим, как республиканцы стреляют себе в ногу, если бы они каждый день выходили на улицу и говорили «В этом году у нас было больше нелегальных иммигрантов, чем когда-либо в мировой истории». В наших городах наблюдается рост преступности, которого прежде не видела ни одна цивилизованная нация. И если мы получим большинство мест на выборах, в январе мы примем первый проект бюджета, и мы приложим к нему требования о закрытии границы и требования, чтобы ФБР прекратило нападать на политических оппонентов и начало всерьез бороться с организованной преступностью. Если говорить это в каждом заявлении, в каждом избирательном округе страны, мы одержим беспрецедентную по своим масштабам победу. Но никто не хочет давать такие обещания. Именно так. И на самом деле для такой победы есть прецедент. Самая крупная победа в истории президентских выборов произошла в 72-м, и тогда кандидат победил не благодаря обаянию, а сделав ставку на закон и порядок. Можно сколько угодно критиковать Никсона, но в этом он ворок-девять штатов. Совершенно верно. Итак, еще раз, насколько тупы люди в руководстве партии? Многие принимают всерьез доводы социолога Фрэнка Лунца. Я работал в аппарате Конгресса почти 10 лет, и я ходил на все его презентации. Там вас усаживают и говорят, мы запустили опрос, и по его результатам 95% одобряют контроль над расточительными расходами федеральных властей. Но я скажу, знаете, на что еще можно получить 95% одобрения? На утверждение типа «мне нравится сахарная вата, и я люблю смотреть фильмы по воскресеньям». Но на этом не построить предвыборную платформу. Голосуют за тех людей, которые ясно дают понять, что от проблем не спрячешься. Если я за то, чтобы сажать преступников и за депортацию нелегалов, а вы нет, тогда я выиграю, а вы проиграете. Именно так побеждают на выборах. А как насчет Рафаэля Уорнака? Почему бы ему не объяснить то видео, где он бьет свою теперь уже бывшую жену? Почему он забыл об этом? Он ведь сенатор, я думаю, мы все против подобного. Может, он придет и объяснится? Надо бороться до победы. Стивен Миллер, был рад тебя видеть. Большое спасибо. Тебе спасибо. Субтитры подогнал «Симон»